Девчонки, привет! Привет, чай пьёте! И чего в нём только полезного в этом чае? Откуда он взялся только? Ой, садись, Наталья. Сейчас мы тебе за чаем всё про чай и расскажем. Вот если б нём ничего полезного-то не было, разве пили бы его люди столько лет, а? Да, с давних времён чай на Руси был неизвестен. В суровые зимы люди согревались ароматными и целебными напитками, которые приготовлены из различных лесных ягод и трав. В летние жаркие дни эти напитки очень хорошо удаляли жажду, а после знаменитой русской бани были просто необходимы. Эти напитки обладали целебными силами. Помогали от простуды, от лихорадки, да и вообще другой какой хвори. Но вообще на Руси любили очень иван-чай, который приготавливали из травы кипрей. Кто знает, может и по сей день пили бы из трав чай, да и из ягод. Если бы не появился в нашей жизни чай из восточных стран, как же китайский чай. Вот. Впервые русские люди его попробовали в 15 веке, когда из Монголии в подарок царю Фёдору Михайловичу было прислано 4 пуда чайного листа с инструкцией по заварке. И напиток понравился. А потом заключили договор с Китаем на поставку в Россию чая. Вот так вот было. А почему эту траву назвали чаем? Ну, в Китае это растение называется ца-е, что означает молодой листок. Ну, а в России русские просто начали называть это слово чаем. Ну, вообще, людям с небольшим достатком, а особенно крестьянам, чай был недоступен, потому что он был очень лаком. Отсюда и появилось выражение побаловаться чайком или дать на чай, что значит получить вознаграждение за какие-либо услуги. О, это был дорогой напиток, потому что везли его на верблюдах, на телегах, переправляли через реки на паромах. Да. Почитай год. Добирался караван до Москвы. Вот так. А чай в питье проходило по определенным традициям. Кириллеву несколько часов подряд рассказывали какие-то новости, истории, если возможно, и пели песни. Субтитры сделал DimaTorzok Узкой клянец, ок demolится моя, Выйдал бы лесу на улицу к тебе, Возу прятая, поклялялась, На подруг не поклялялась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 сам варит. Своим появлением самовар обязан, конечно же, чаю. В Россию чай был завезен в 17 веке из Азии и применялся как лекарство среди знатных и богатых людей. Чайная торговля являлась в то время одним из обширных и выгодных коммерческих предприятий. В 19 веке чай становится русским национальным напитком. Именно тогда чай стал конкурентом сбитня, любимого напитка Древней Руси. Горячий сбитень приготовлялся с медом и лекарственными травами в сбитеннике. Сбитенник внешне напоминает чайник, внутри которого помещалась труба для закладки угля. Бойкая торговля сбитнем шла на ярмарках. В 18 веке на Урале и в Туле появились самовары кухни, которые представляли собой братину, разделенную на две части. В одной варилась пища, в другой чай. Сбитенник и самовар кухня являлись предшественниками самовара. История появления первого самовара в России до сих пор неизвестна. Есть данные, что, отправляясь на Урал в 1701 году, тульский кузнец-промышленник Иван Демидов захватил с собой искусных рабочих, медных дел мастеров. Возможно, что уже тогда в Туле изготавливались первые русские самовары. Добро сидеть за самоваром и пить из блюдца не спеша. Поет, горит, исходит жара его славянская душа. Пор Bike Романд доработка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА